Всем ассалам алейкум, у меня для вас хорошая новость, точнее у нас для вас хорошая новость, да, хорошая новость для вас, битва за лимон на сцене, состоится впервые, вот такое шоу для всех вас, записывайте, 22 июля, город Махачкала, летняя площадка до госфилармонии, в 19.30, Султан Трамов, Юсуп Амаров, Я тоже там буду? Да, я тоже буду, ай, эй, 22 июля, ты меня понял, 22 июля, если там ты, я, ты опоздаешься, мы оба будем, и более того, я вам скажу, если я опоздаюся, я хана, понял, все самые полюбившиеся вам герои битвы за лимон придут, и мы прям там на ваших глазах снимем невероятное шоу, и самое главное, что все, что вырежут потом для телевизионной версии, вы все это увидите, понимаете, стоп, 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 Вырезать там ничего не будут? Ну, прям там зрители все увидят, все твои шутки, которые вырезаются обычно в эфире, тогда нам нужен клавишник, обязательно, чтоб, если что, пикал, уважаемые зрители, битвы за лимон, у вас есть уникальная возможность, вот по этому номеру все справки, вот, и заказ билетов, так что совсем скоро с вами увидимся на летней площадке до госфилармонии, 22 июля, 19.30 Я уже попрощался А, да, всем салам алейкум, просто ли сюда Оставь для него В нашем шоу участники рассказывают смешные истории, если они не полавились Артуру, который сидит за кадром, то гость ест Лимон. Но если вы в своих комментариях большинством голосов решите, что истории гостя были смешными, то в следующей передаче Лимон съедят ведущие. Подписывайтесь, оставляйте комментарии и будьте счастливы. Всем ассалам алейкум, в эфире битва за лимон, очередной выпуск. У нас сегодня, так уж повелось, что медийные люди, самые медийные в нашей стране сегодня это, естественно, спортсмены. И очередной представитель, причем, знаете, как я могу его представить и как спортсмена, но и как ведущего сегодня. И Супамаров уже там тренируется, а поднатаскивает его сегодня. Вагап, Вагапа, ассалам алейкум. Очень рады, очень рады. Чувствуете? Есть что-то, да? У тебя какую размеру? В ладони? 44. Просто представь на сектору, когда она кому-то прилетает, эта рука. Мне даже больно представить. Такой нервный смех у Артура впервые, да, на битве за лимон. Вагап, ты, давай сразу, ты сейчас больше уделяешь внимание именно тому, что ты ведущий, да же, правильно? Вы решали, да, брат? Я очень лямы ждал здесь. Лямы там, брат, на ринге. Да. Вот, внимание больше уделяю к лямам сейчас, поэтому, да, приходится быть ведущим. А как тебе вообще легко это далось? Сколько ты выпускал? Уже четыре провел, да? Пока не далось мне это вообще еще никак. Я там на подхвате, скажем, если про наш подкаст, ЮРФ, то ЮРФ Медиа, кстати, можете набрать, подписаться. Да, то я там на подхвате у нашей ведущей Виктории Циховской. Ну, я как бы, я и гость там, и чтобы ребят, как бы, у нас там, ну, есть общие темы с ребятами, со спортсменами, поэтому, скажем так, соведущие, да, как в вашем деле говорят. Чего он делает? Типа ты только в бою сторону разговариваешь, он намекает тебе. Не-не, вот здесь что-то... Я после этого и поработал с ними. Поработать, думаю, он немножко отдохнет. Юсуп, ты смотрел бои в Агабо? В Агабо, да, конечно. Какие замечания можешь сделать? Ты же у нас против. Его сопернику. Правильный ответ. Да-да-да, очень правильный ответ. Юсупу мы, кстати, не знаю, не знаю, ты помнишь или нет, автостанция в подвале внизу. Творий зал. Ты там был, что ли? На Сурлат. Как это в смысле был? Как я тебя бил. Тебя, походу, забыл. Тебя напомнили? Не, я зал помню, там такой зал был тоже, как Толя. Вот там зал, не зал, там... Свои ключи. Вот ты не помнишь, короче, да? Тебя? Да. Он помнит свет в конце туннеля. Помнит здесь что-то болело. Одна такая каменная груша висела, да-да-да-да. Этот бетон, бетончик. Вот там в этом зале вот четко было. Мотивация была. Вот это когда такой, в современный зал проходишь, даже заниматься не хочется. 20 лет пошло. Отдыхать. 18 лет пошло. А там, как будто такие условия, знаешь, вот... А вы как попали там друг к другу? Ну, я ходил раньше просто, понимаешь. Ага. Это я сейчас хожу? Ну, чуть мимо. Сейчас чуть мимо хожу. Ходим вас ключи были, да, там... Да, это свой ключи. Да, я помню, печень там тоже вот. Там вас садил. Вагат, первый вопрос. Кто, на твой взгляд, самый уважаемый боец в поп-эмммассе? Я вот само название поп-эмммассе не признаю. Ну, хорошо, ММА. Поп-певцы, что ли? Ну, здесь ММА говорит так... Ну, я не знаю, почему так далее. Кто вообще придумал? Это певцы пришли драться туда. А, ну... Певцы пришли... А почему остальные подтянулись? Их же меньше, да, чем бойцы. Не знаю, как поп назвали. Поп как переводится? Популярный. Популярный, да. Популярный, да. А, популярный ММА? Поп-лю-лярити. 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 Типа ММА, в котором популярные люди выступают. Да, такая игра. То есть, они не раскрутились, не стали популярными в выступаниях ММА, а популярными пришли туда. А, сейчас, сейчас. То есть, это... Актеры там были. Жигур, да. Исупа тоже звали туда, знаешь? Исупу давно пора. Пока не посидел, правда. Вот и седо не был такой тогда. Вот когда седо не был, можно было у тебя. Когда же особо бить не было, да. Весь седой человек байк. Ну, вот кто есть из бойцов России, который может любому сказать, гостю, приходи, и он придет на своем передаче? Это я по-любому. Я к этому вел. А, ко мне вел? Да, да, да. Кстати, уже наверняка вышла эта передача, этот подкаст. Наша серия, да, вот вышла пару дней назад. Завет Магомед Шарипов, который не давал интервью никому уже. Бабки дал мне он, чтобы я его оставил в покое. Серьезно? Мне хотелось снимать. Да, миллион рублей предлагал. Настоящий лям предлагал. Не вот это, не вот это. Не, может мы его себе позовем на передаче? Все начнут зарабатывать, наверное. Он реально не ходит, он сколько-нибудь, 4 года нигде не был вообще. И пока выступал, тоже он никуда не ходил, его приглашали. А как удалось? Ну, вот здесь ссылочкой мы дадим, да? Да, конечно. Покажем, чтобы люди посмотрели. Ну, мы... Соведующий. Опять мимо не сюда пошло. А ты помнишь, почему я туда вот так общаюсь, да? Я не объясню. Артур. Я извиняюсь. Включи онлайн нашу. Ухо в ухо. Султан. Ну, а как получилось, что... Ну, откуда вот вы дружите или просто твое влияние, что ты такой серьезный спортсмен? Как это... Как заслужить уважение среди всех спортсменов, что тебе деньги дают? Если говорят, что нет, то деньги дают. Извини, у меня не получается. Как это работает? Научи. Из супа. Нет, вообще забитым мы... Вообще забитым мы знакомы. Знакомы как бы давно уже, да? Забитые первые бои я делал просто. Со скольки до скольки? Что со скольки? Бои доделал. Время или деньги? Ну, время, время. Мне деньги не интересуют, да? Не интересуют. Мне не интересуют деньги. Короче, забитым мы... Вот... Я вернулся в спорт, а он начал, получается, выступать. И я там немножко где-то помогал, подначел ему. В лиге разные договаривался. Вместе зашли в клуб тогда мы. Хасовский, Сагид Паши, Маханова. И оттуда начали выступать вот так. И как было с тех пор, он помладше меня. Как-то вот так уважение было. Ну, я тебе задавал вопрос на подкасте тоже. Сейчас тоже задам. Ты в Москве сейчас живешь? Или в Махачкале больше? Больше, наверное, в Москве сейчас нахожусь. Что для тебя Москва? Москва для меня это то, что я имел, имею. И, наверное, буду иметь. Все, Иисус. Это только мимо тебя тоже прошла тема. Иисус, не обижайся. Я пусть не мог сейчас об эту сторону это говорить. Такая грустная музыка должна сейчас звучать. Ты стал популярным боксером уже после 30. Правильно я понимаю? Или как? Ну, редко бывает такое, нет? Что спортсмен по-настоящему раскрывается и становится очень популярным. Когда, в принципе, многие уже… Когда из семьи ветеранов или что? Нет, просто история была такая. У меня просто… Я выступал один период, да? Там просто не было медики. Потом я… Потом, получается, я ушел на неопределенный такой момент. Отдых такой незапланированный. Куда ушел? Ну, меня ушли. Ну, так-так-так. Ты даже догадываешься, в какую сторону. На года три-четыре, короче. И потом, когда смотрел… Ну, тогда все вот так. Вот так все, да? Вот так же было всегда. Было такое время, да. И вот пришел и смотрел, и с Шунгом все дерутся. Что это без меня? Я думаю, давай подерусь тоже. И пошло вот так. Смотри, Агап, вот ты, как бы, не хочешь называть самого популярного, там, успешного. А кто для тебя является раздражителем в этой всей индустрии? Такой черт, да, прям? Такой интеллигент на вопрос задал. Раздражителем, да. Я бы тоже так сказал. Их много, на самом деле. Такая сидящая с головой. Кувалды такие. Самый черт в размерах. Он спокойно может именно называться такими руками. У некоторых нога такого размера. Сейчас время интеллигенции портить. Не хочу людям на сцене портить. Мы же тоже интеллигенты сами. Конечно, конечно. Ты... Как свой черт по-интеллигенту? А? Раздражитель, я же сказал вначале. Раздражитель. Бурки много. Я сейчас перечислю. Блин. Толпой нападут. Да? Руки движусь. Ну и суп тоже. Он... У него есть еще вот этот прием? Покажи, да? Блок. Не ослышал я. Говори громче. Да, конечно, не будет того рядом, пока нападут они. Побежели. Что? А? Кажется, ты встрял богопой в России. Не, я просто там же. Подожди, подожди. Не, смотри все, брат. Что ты сказал? Я же в Москве просто. У меня чего не будет. Да не будет. Ты просто в Махашкаре будешь, а я в Москве. Из-за этого далеко ты. Ну? Из-за этого тебя не будет. Тьфу. Эй, сюда приезжайте. Все вот эти, как мы их назвали. Вот здесь. А так, брат, я в первых рядах. Просто расстояние. Две тысяч километров. Расстояние. Ну ничего, мне расстояние не чужды. Не чужды. Посмотри, что такое. Когда проходят конференции, ты... Ну, когда ты бываешь на этих конференциях, все себя очень вежливо и интеллигентно ведут. Вот. Это связано с тем, что они тебя боятся, да, или что? Или как это вообще работает? Я продолжаю. Нет, со мной на конференции просто нормально подснесят. Вот эти черти не сидят. Вот мы их убираем сразу. Или я туда не хожу. А если ты пришел, и там есть вот те, кто ты не хочешь, ты говоришь, да, уходи? Да, нормально. Я не прихожу туда. Не, но они меня туда не позовут. Да? Да. Вот эти. А как это работает? Они типа говорят, эй, Багаба, не зовите. Или ты говоришь, а я не приду. Кстати, этого. Жена Дацик очень сильно меня просила, когда Дацик приходит, чтобы меня не звали. Серьезно? Да, уже раза три-четыре. Вот так было. Почему? Потому что к черту. Дацик столько получал, я не знаю. Ты понимаешь, как в Махачкале есть его чар-11 этот, знаешь. Что только там, сколько это? В 2000 каком году? В втором-то этим. Это на чемпионате или на улице? Асильдар. Большой такой чар был. Я молодой был, он такой был. Тлиартинский. А, Тлиартинский. Тлиартинский, да-да. Чар-11 друзья были общие у нас. Он его побил туда. После этого он зашумел, конечно, чуть-чуть. Он жестко забыл здесь в канвас. У него начала вот эта папаха стрелять, по-моему. Ну, папаха нету там, что сказать. Шляпа, да. Шляпа, да. Шляпа, это, знаешь, шляпа, это больше, скажем, ситуация, чем предмет. Два хилолога сидят такие, отнюдь. Четыре отнюдь. Я предлагаю перейти к историям. У нас Исуп начинает. А, историю я начинаю, да? Да-да-да. В общем, дело было в 90-х. Сейчас недавно прочитал одну историю. Двое водитов. Там решили магазинчик ограбить. И хотели следы замести. Стиральный порошок же есть, чтобы полицейские собаки не нашли по следу. Они, короче, следы начали засыпать белым порошком. И вот по белому порошку их нашли. Мне кажется, ты эту историю сам написал. Следы насыпают, засыпают. Ты не поверишь, Артур, у меня история. Такая же? Из этого сайта. Серьезно? Ты прочитал? Я знаю, из какого сайта ты эту историю взял. Ты вообще не готовился. В смысле? Из какого сайта? Я по сайтам не лазил. Откуда ты эту историю взял? Окей. История. Значит, соседи сверху шумят все время. А, я ее читал. Да что эту историю я не читал, подожди. Короче, моя история. Соседи сверху шумят, пылесосят, ребенок плачет, музыка громко играет, что-то сверлят. Все время. А вот снизу кто вот это все терпит, такая интеллигентная семья, уже долгое время они терпят это все. И так получилось один раз, что они их залили. Вода капать начала, и все, и муж не выдержал. Говорит, все, я пойду сейчас, я сейчас им устрою. Поднимается, случится все. Они открывают, вы нас заливаете. Они говорят, вас тоже заливают, да? Он говорит, как понять, тоже. Она говорит, это вот соседи сверху нас заливают, и к вам тоже вода попала, вы нас извините, пожалуйста. И он так не может понять, такие тоже интеллигентные люди. Он говорит, да нет, ничего страшного. И та продолжает, вы знаете, мы вообще так устали. У них там ребенок плачет, что-то они сверлят, музыку слушают. Выяснилось, что оказывается, это все через них еще тем слышно, настолько громко все у них происходит. И он такой уже на эмоциях, типа, да, да. Еще, говорит, день и ночь они пылесосят. Она говорит, нет, пылесосим это мы уже. Все, конец. Спасибо, Артур. Кстати, напоминаю правило, Лагат. Скоро ты будешь рассказывать историю. Если твои истории будут по-настоящему смешными, если выпуск получится смешным, а это определяет вот этот худенький, щупленький молодой человек. Если вдруг так получится, что... Блин, блин, блин. Если было не смешно... Если он говорит, что было не смешно... Мне уже смешно его история. Надо съесть, да? Да, надо съесть его. А, я же не знал правила-то этим. А если все нормально... Я же не знал, что произошло. А если все нормально, Вагап? То не надо. Он меня идет, Витя или уходит? Когда там тебя идет, Витя тебя убираю? Нет. Мне этот. Пока смеляешься. Мне кажется, Вагапу уже так забыл. Я рад был рисун. Пересадить, да, вот так. Да, да, да. Не, вот так ходить, черепушки, вот так. Лопать, просто лопать. Вагап, твоя история. А прям как его надо есть? Ну, прям это резать или так кусать? Нет, там... Нет, я думаю, он нарежет его, а он поверит даже его. Ты не уверен в своей истории, что Вагап? Нет, сейчас не надо ничего. Смешная игра? Нет, смешная игра? Нет, смешная игра. Все, брат, я беру свои слова, брат. Я из смысла, что... Ты не уверен? Полезь. Смотрите, на телевизоре Самсунг же есть. Стирают, там Вагап. Тебя выровнял, слушай, отношения наши. Все, все. Это уже предъява. Ты не уверен? О, это... Чуть надо было там... Ну, кто и не уверенный? Нет, это уже нам всем. Нет, нет, это уже нам всем. Хорошо. Что сделать, историю рассказать, да, сейчас? Нет, брат. Расскажи, брат, уже. Или он просто смеется, скажет, что смеется. У тебя вообще вот... У него вот так уже, да? Да. Да мы даже пластмассовые сидим, если ты попросишь на гад. Вот эти. Просто. Кстати. Да. Мерсу, вот уже первый лимон. Где? Уже вот настоящий лимон появился, брат. А? А? Баркала от души. 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 Это мы вот. Месяц-два вот. Передал, пожалуйста. Месяц один лимон. Спасибо, большое. Спасибо. Нас здесь трое. Минимум, вот четвертый. Операторы тоже. Хорошо. Спасибо. Гранатовый кирпич передал, брат. А ты как девелопмент такой красивый. Девелопмент, ну что ты говоришь? Там же не написано этого. Девелопмент. Эффект девелопмент. Как будто мне стоматология какую-то. Девелопмент. Девелопмент. Делевери клаб. Знаешь ли, доставку? А? Ты тоже обострю нас. Да, кстати. Ничего. Я обострю нас. Ну что дальше? Ну а что дальше? Я тебе говорю, ничего. Ну все тогда. Ну все тогда. Все. А я по-вашему здесь не живу. Если все, то все, да. Все тогда. Все тогда я говорю. Последний я говорю. Пойдешь, давай. Сейчас соберусь. Хорошо, все тогда. Хорошо, все. Давай. Давай. Раз это с криминала начали, с твоего 90-х. Давай, давай. С криминала. Что, давай-то приемку расскажу одну, да, нашу? Что расскажу? Приемку? Как называется этот? Доблестный сотрудник, когда врывается домой. Дай, приемка. Приемка. Приняли тебя, да? А-а-а. Все. Щиты на пол, лежать. Ну лет сколько прошло? Шесть, семь, восемь, наверное. Как обычно в Москве, пацаны, толпой на квартире сидим. Раз, два, три. Ну, которые вот на три дня заехали, уже три месяца там. Да, во-во-во-во. Ну, так же начиналось все. Ну, продолжалось. Подожди. Ну, что теперь ты что-то переживаешь? Не, я тут, смотри, да, смотри там. Ты тоже, что ли? Ну, приемку вспомнил, конечно. Мы за тебя переживаем. Я и, что ли, здесь? Вот так, сап. Лежим, короче, мы человек, там в телефонах, да. Двое уехали, второе, четвером, по-моему, остались. Имена не будут, наверное, ребят полить, братья, близкие. Сидим, и стук в дверь такой. Да-да-да-да. Мы самого такого, самого худого нашего брата отправляем. Посмотрите, что там в глазах. Он такими шарами забегает там в комнату. Закрыто. Полиция кричит, открывай. Ну, закрывайте глазок. Какой этаж был? Я об этом сразу подумал. Это же, в общем, не говорим, высоко. Там какой-то высокий этаж был, вниз там. Видишь, такие костюмы, вот здесь такая хрень. Да-да-да. Не было времени. Не было. Вот эти очки. У них тоже же есть. Знаешь, чем прикол? Знаешь, чем прикол? Знаешь, чем прикол? Просто не как будто бы. Просто можно ручку раскрыть. Да-да-да. И все. Серьезно. И когда заходит, там говорит полиция. То есть, мы говорим, эй. Скажи, дома нет. Нет, вдвоем. Мы говорим, вдвоем. Родители на работе, да? Такой самый большой, который был. Самый, мы с ним вдвоем в комнате сидим. И нужно же, как бы, этот. Для ребят тоже излучать не панику же надо, да? Правильно? Чтоб чуть. Я говорю, этот. Иди аккуратно открою сам первый. Обычно первого принимают жестко всегда. Ну, чтобы вы знали. Да-да-да-да. Думаю, аккуратно в конце выйду так. Он будет смотреть эту передачу? Да-да-да. И Смаил, братишка, не обессудьте. Первое имя? Да-да-да. Первый пошел. Нет, первого назову, других не назову. Все, хорошо. Потому что Смаил освободили, нормально все. И двое, ну, один открывает, второй ждет в коридоре. Я теперь сажусь. Сажусь также на этот диван. И это хочу излучать. Спокойствие. Спокойствие. Газету взял. Чтобы ему спокойно было. Вот так беру телефон и говорю. Он так лег вот так. На подушку, ну, полуседа, полулежа. И говорю своему другу. Притворись, говорю, что ты спишь. Вообще, короче, Замара Силыча на спокойствие. Он такой на меня смотрит, такими шарами говорит. Че, блин, че заспишь, че притвори? А он видит, что ты спишь, и уйдут, да? Ну, они будем, да-да-да. Я вообще не знаю, че он. По-моему, он найс вам, да? Я вообще не догоняю. Чтоб ничего не пропустить, да? Он на меня шарами посмотрел таким, ничего не ответил. И дальше лежит телефон. Ну, все, открыли дверь, они там, да-да-да-да, шум и смыл. Братишка. Третий человек, который был, заходит там, говорит. Не заходят они, типа, по одному выходите кричать. Ну, слышали там крик свет уже, хотя темно, а свет с этих. С пушек свет. Это как лазеры, там, красные все. Да. Я, ну, толкай, давай второй. Второй. И уже мы уходим в коридоре. Ну, уже че там едут. Я потом еще, получается, вот, со мной, который притворялся, что спит. Вот он, и я сзади. Там они второго взяли вот так на пол сразу там. Тоже даб, даб, тоже неприятно, походу, было ему. И я такой сажусь, ну, в подъезде грязный же пол, не хочу на животе этот валяться. Думаю, че щас, че щас валяться. И вот так беру, вот так сажусь, вот так. Руки задолго. Я вот так иду, аккуратно, вот так. И босиком вот так дверь на меня лазере, короче, щиты. Понимаешь, я покажу, это показать надо. Вот так лазере щиты, дверь в хату, я, ну, не видно же ничего. На пол, я беру так, чтобы босиком не ухать, беру вот так ногой, тапочку цепляю, короче. Тапочку цепляю, одну зацепил как-то, на ней еще. Вышел аккуратно, ну, альхамдрия, альхамдрия, не положили на живот, аккуратненько вышел вот так, на одной тапочке, короче. Они оценили, короче, да, как ты тапочку тапнул? Да, души, ребята, что вот так вот все, футболка чистая осталась. Но, на самом деле, все так. А который предварился спать, он что? Нет, я вперед... Его уложили спать. Да-да, вперед пошел. Его реально уложили спать. Ну, не видите, я сплю. Они как злились на меня, что я вперед, что я этот, так сделал. Голос что такое, что ты едешь за рулем? Вообще, сейчас нефтеба, наверное, мои истории. За рулем ныше, а машины нету. Нет. Что-то едешь за рулем и так разогнался сильно, что пассажир сидит сзади и кричит «Вагап, тормози!» Это Анатолий, кажется. Не вкусно, да? Опять особо не вкусно. Эхо, не супно. Это стало коронной фразой. «Вагап, тормози!» Здесь перец был, он это прямо точно изображает. «Вагап» из Сульянова, какой кричик. Пьются хорошо. Я морив сильно закидываю. Морив тоже. Это Толя Сульянов, у нас там кипич был. Немножко подергнуть. А из-за чего, кстати, кипич был? Кстати, давайте, чтобы правду узнали люди из-за чего, а то все думают, что я такой нехороший, просто так. Просто видео нарезка, которая гуляет везде, там ты уже идешь, и тебя вот так все охранники держат, и вот так назад катятся с тобой вместе. Это я уже в конце, когда мы там дали лапошки. Я тебе серьезно говорю, посмотри на видео, там вот так толпа, и Вагап идет, и эта вся толпа вот так двигается. Ничьи ноги не идут, кроме Вагапа, но все двигаются. Это Ислам дрался, братишка, он дрался на кулаках, харкор. А это когда был, недавно? Уже года два, больше, два с половиной. Подрал, он когда дался, бой выиграл, там еще конфликты бывают на кулаках, это же все, ну не как спорт, там чуть грязь своя есть такая. Там мат, перемат, шум, я там пару раз остановил секунданта, я говорю, ну это рот закрой, маку. Ну ринг маленький, он не видит там, ринг вообще не как боксерский, там маленький ринг на кулаках. Крусть, раза два-три, он там бегает, мекает, ругался, это матом. Я знаю, Ислам услышит, если это в бою, это же в нашу сторону. Он будет уже забудеть, тоже там будет. Я говорю, я тихо говорю ему один раз, второй раз, он там, да что там, он правила нарушает, да какие правила, какие разницы, какие правила, говорю, пусть дерутся. И вот так аккуратно пытался с ним, он меня не слышал. Обошли, там чуть поругали мы их, так, поругали и потом вернулись, там в ринге поругали людей с микрофоном. После мы сейчас общаемся с ним нормально. Поругались мы, короче, и помирились. И в конце, вот там, я когда уже последнего ловил, чтобы ему высказаться хотя бы, трогать не стало, Лео так кричит, не тормозни, ты же профессионал, вы профспортсмены, профлик, то есть, эти фразы тоже мне снится уже. Вот так он. Вот она женщина, которая все же тренирует пацанов. Че там? Такая блондинка, как ее? А, сборная сию, с китека. Она, короткая стречка, блондинка. Она тренер, да, да. Бейсболки, короче, такая. Да, 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 в китеке у этого, у этого. Я с ней встречался в Екатеринбурге, вот буквально вот. У них там как раз на кулачку они приехали, в Екатеринбурге. Там пара пацанов тоже наших были. Ты был там? Ну, у нас в один день было и КВН было, и кулачка было. КВН? Я развивался, я туда, короче, вот так успевал. Вот здесь кулак, здесь. Ну, хорошо, что на КВН успел, чем на кулачку. А ты вот еще смотри, сейчас телезрители тоже видят. Тебя не предлагали сыграть его там ролик? Какие-нибудь там, дублером быть или что-то. А, это или тоже, да. Стражи галактики. Дэвид, Майкл, Батиста. Да. Не, куда. Там всякий фильм предлагают, но... А что ты не соглашаешься на фильм? Какой фильм? Может, сценарий не тот, да? Ты сценарий читаешь? А что, надо читать надо доехать? Да, там не от себя надо говорить. Да, от себя надо двигаться. Не, я-то, честно говоря, снимался в Штатах, в 15-16 годах. Сикарио, вторая часть, знаете? Сикарио? Ты там снимался? Венисио Дель Торо. Эпизоды охота. Я, Артур Алибулатов, и с нами Миша был менеджер. Какие-то там дали такие эпизоды вместе там, с улицей связаны. Приехали, уехали. А у вас видно там, да? В сумке. Я этот фильм не смотрел, когда был. Артур тоже снимался в фильме, военный фильм был один про немцев. Там, где вот куча, как сказать, знаешь? А он кто там, немец? Просто там, просто вот в шинели, там лица не видно. Я играл одной из тел, да? Да, да, да. У Дакарии какая-то роль была там у нас. Просто вот так. А так сейчас предлагают эти, как ее, ТНТ, какой-то сериал у них там есть. Молодежные. Какие-то эпизоды. Я их, ну, пока сказал. Эй, там, надо не эпизоды. Ко мне отправишь. Вот это, я же говорю, вот туда приходите. Не отправишь, скажи, нормальную там сделаете. Главную роль. Вторую хотя бы, вторую главную роль. Что за эпизоды? Просто смотри, эпизодах есть моменты, где, где, где это больше, чем в роли. Роли они работают на перспективу, не спят сутками, сухие, не кушают. По 15 часов снимаются в день. А здесь пришел, так-то 2-3 часа. Ничего подобного, Нагиев, я тебе скажу, очень спокойно. Проходит все мощный день у него. Не, Нагиев-то Нагиев уже давно. Наша передача «Киношный калейдоскоп» продолжается. Сегодня у нас в гостях 2 известных актера. Один снимался в американских блокбастерах. А другой продолжающий снимался. В российских тоже снимался. Ну, а теперь о погоне. Чрезвычайное происшествие. Ты видел фильм «Чрезвычайное происшествие»? Да, и о спорте наши выиграли. «Чрезвычайное происшествие» видел фильм? ЧП, что ли? Да, да, да. Там в главных ролях был 11. В одной серии. Такой 11 раз, мы раз 12. Это фильм, да? В 12 сериях он был. Надоелый. Да. Сначала так стой, потом вот так стой. Куда стой, зачем стой, идти хочу, говорю. Такие вот, брат. Это тебе не ринг, понял, да? Вот ты понял, а это уже смотри, вот ты. Ты вот связка, они такие чуть-то, они вот. Задеваются. Лично отзываю, они чуть острые слова. Не понял, еще раз. Не понял, тоже по-разному. Я могу сказать, я тебя не понял. А можно сказать, не понял. Вот так. Не понял? Да, вот это не понял. В смысле, я спрашиваю, не понял? В смысле, ты хуй, ты вообще большинство. Вот это в смысле слово. Нашучу. Ваер! Он что за наборный? Он что за букет выбрал? Все сказал, да, весь букет. Это вообще, аж мурочки пошли. Смотри, смотри. Дай-да, пожалуйста, ты лимон сейчас. Все конфликтные слова подобрал. Сейчас подожди, пока успокоится. Разговаривает, разговаривает. Понял, да? Да, понял. Каждый. Я ему говорю, ты сидел договором? Понимаешь, да, к чему я? Ну, понимаю, к чему я уже как-то мягче, буря, лояльно. Да, да, брат, понимаю тебя. Мне кажется, ты меня не понял. Уай! Поверь. Я просто накрынусь. Взял вот так, сул порвал. А у тебя бывают уличные драки? Нет, какие драки? От кассик. От кассик. Просто проверить. Уличные драки. Мне уже 40 лет скоро. Я просто спрашиваю про Ису, он переживает. Сейчас отсюда выйдем. Не, я не вижу. А ты в метро ездил? Да, давно ездил. Да? Просто я слышал, что когда ты в метро заходишь, все встают. В то время, когда я ездил, метро не было такого полного. Вот так умеешь делать? Он тремя умеет. Давай попробуем. Есть, да, время мне пока позвонок сделал или что? Нет, нет, нет. Нет, я отсюда. Ой, это же нельзя, это же граната. Нельзя такой гранат, вы что? Еще квартиру просишь у граната. Ага, под ногами. Это я? Наверное, а кто еще мог? А что кусаные здесь поставили? Так ты еще самый, блин, надо. Фу, бардак. А, это что, строительная фирма, да? Да, да. Да? А что там? С Вагапом нам, мне кажется, надо... А кто это строительство там? На футбольном поле. На футбольном строительстве. На футбольном строительстве? Кстати, это в Дербенте, если что. В Дербенте очень такой город хороший. Как раз там был недавно. У тебя есть там квартира? Нет. А есть история еще? У одного знакомого, короче, дома. Он только приехал, короче, с трассы. Приехал, тоже с нормальной делюги, с бабками все. Откуда приехал? С делюги? С трассы, да. С дороги. А, я думал, дальнобойщик что ли? Ну, можешь сказать так, он такой дальнобойщик такой еще. Если ты записываешь, так и запишешь. Да, да. Кстати, да, дальнобойщик сильное название. Этот, закемарил только вот, только вот это утро уже расцвет был, только закемарил. Полчаса мы уже по столу, уставший, представляешь, стараясь, вот такое же состояние. Ребенка в школу отправить надо было. Ребенка в школу отправил. В другой комнате жена с ребенком другим. В школу отправил этого, как его, первый или второй класс. Закрыл дверь, только лег, а опять это даб-даб-даб-даб-даб-даб. Те же самые, да? Да. Ну, короче, подходит, глазок смотрит закрытый. Ну, уже я, да, это получается, да. Что сейчас, да, я это, да. Я говорю, эй, а что я говорю? Дальнобойщик? Дальнобойщик это я оказался. Я, конечно, не могу так долго вот это, понял? Понял, понял. Я просто честный человек, сразу правду говорю. Смотрю головок, я говорю, руку убери, не вижу. В дом же мой это, там, понятно, съемная хата была. Это моя, в смысле. Я говорю, руку убери, полиция. Понял, что убери руку, говорю. И с ним ругаемся. И мы с ним ругаемся, говоришь, долго. И, видимо, они разлились. Ну, это я потом понял, когда открыл. Открыть надо было своей, руку убери. Да, вспоминаю, что стало вообще, за что, кого, все вспоминаю в голове. Кого, где, когда, вроде бы нормально живу, все хорошо. Все вспомнил, а это нет, да? Да, вспомнил. Потом забегаю, там, смотри этот, открывай вещи этот. Главная доска, детские шмотки. О, ствол лежит боевой. Чей, думаю, ствол, это вообще непонятно. Ты ребенок из садика пронес, да? Да, я думаю, что такое, иду вот так. Куда его, с чем мне нужно вообще? Это же не мой. Вытер все, думаю, что смотрит. Грязный был. Да, грязный был, что там, детские, там, каши машины. И туда, где окно заднее, туда прям. Не моя же вещь, моя была бы, что выкинул бы, что ли? А, вот. Моя была бы, я что, свое выкинул, что ли, пацаны? Выкинул на улице, внизу стоит оперополномоченный. Ну, ему привет большой. Оказывается, он его поднял, обратно поднимает ко мне. Это время я открываю все, даб-дуб там. Ассалам алейкам, как говорится, да? И заходит он и говорит, это что, говорит, этот? Что оружие? Я говорю, не знаю, не мое. Он пошел, обыск, 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 туда-сюда. Скажи твое, говорит. Я говорю, не скажу. А он говорит, почему я? Скажи твое. Я говорю, да нет, там и так было. Наоборот. Там отсюда, не скажу. Он говорит, скажи там сальто, короче. Это сейчас смешно, там не смешно было. Я с улыбкой эту все принимал, но принимал неприятно было. И, короче, так они мне. Скажи, не скажи. Бумаги оформляли, то все. Распишись, не распишись. Ну или сказать, не сказать. Вот эти пестики, тычинки закончились, короче. Потом, оказывается, отпечатки там как-то мои нашли. Внутри, на обоями. Как? Внутри? Ва, думаю, это же не ну. Ты про орел, что ли? Короче, уже, ну, спустя там два с половиной года. Да. Когда я вышел, да? Да. Когда я вышел, получается. Я говорю, да, это нормально все так получилось. Нарушил закон, сидели, а? После выбраски надо было сказать, я нашел реально. Вот лежало тут. Я взял выбросил. Вот ошибка моя в том, что выбросил. Как будто бы смешно. Сейчас вспоминать чуть-чуть не смешно стало. Там просто такие фрагменты. На будущее всем, да, у кого вдруг окажется так пистолет. На гладильной доске. Вы выкидываете. Скажите, нашел, да, и все. На самом деле, забегая к жене, говорю, знаешь, что? Забегая. Он говорит, что там, что тут? Я говорю, смотри, сейчас успокойся, одевайте, ребенка собери, все. Я говорю, меня сейчас будут принимать? Она говорит, что? Я говорю, принимать будут мне сейчас? Вообще внимание обращай, закрой дверь, спокойно жди, тебя выведут. Потом знакомый человек. Знакомые сотрудники были, но они половина все знакомые были. Процента 8 знакомые были из них. Зашли аккуратно. По предыдущим приемам? Ничего. Не, старшие поселковые. Мы же выросли все вместе. Все, как сказать, мои одногодки многие в органах сейчас. Мои спортсмены в залах выросли. Кто в органах. Приходят кинуть почти все. Я просто чуть другим путем пошел. Они там все. Спортивным ты имеешь в виду? Спортивным, да. Да. Какие планы у тебя в карьере? Что ты планируешь в ближайшем, ну до конца года? В спорте? Вообще нет. Есть которые с кем? Нет, это ничего. Вообще ровно все. Дорогие друзья. Ты такой отрепетированный ответ четкий. Дорогие друзья, уважаемые телезрители. И работники. И работники правоохранительных органов силовых структур. Особенно силовых структур. Ничего не круто. Вообще ровно все. Все ровно. Это проблем со всеми. Все, масля. Все выброшено уже давно. Все выброшено. Все подобрано. Ну, давай начнем сперва с карьеры. Ну, как бы спортсмена. Есть что-то в этом году ждать? Как будто бы да, как будто бы нет. Ты все время как будто что-то проверяешь, да? Да, у меня плечи вот, я сейчас ремонтировался, оперировался. Плечи зашил, бицеп зашил. Что-то вот по здоровью. Если будет кайф, может быть. А если вот сейчас тебе неожиданно предложат какой-нибудь сам бой вообще всей твоей жизни? Ты посмотришь на это? За сколько времени говорят насчет боя? На подготовку сколько, да? Ну, как бы... Это сам, ты как... У меня бывало, я дрался каждый месяц вот так. Месяц бывал, три боя проводил. Месяц три боя, да? Вот эти реалити шоу подряд мы дрались. И нас там заду. За вечер делали три боя. За вечер три боя делали. Когда один выходишь, тап, дуб, голень, кисть, все поломано. Вот твои как-то любишь вот это? Есть твое вот это? Не, у него локти только. Он только локтями работает. Не, венчуй сейчас. Короче, выскочу, может. Есть, да, предложение сейчас. Общаясь как раз. Как раз РСС, вот и Катеринбургские ребята. Они интересуются. Он, по-моему, бокс они хотят. Бокс кого-то предложить. Лига Правда также. С кем общает Хэт так. Сапанов. Он тоже предлагает что-то. Посмотрим по здоровью. По финансам. У них разные тоже у них возможности. А по медийке что за планы? Ну вот URF медиа. По медиа ведем, да, делаем. Есть еще какие-то проекты, которые ты готовишь? У нас это планируем клуб открывать. URF также. Где? В Дагестане или Москве? В Москве уже есть. Один, наверное, будет. Ночной что ли? Он как бы ночной. Какой клуб? Ночной так был. Больцовский? Но из Невмель тоже, да. Ночной Больцовский клуб, да? Ночной Больцовский. Чисто просто побахаться. Под музыку дерутся. Кислоту. Ход только платно надо сделать. И вот так, да. Да. Я его сбивать просто. Он разносит музыку. Забирает его. Вы клуб открыли? Да реально. У наших клуб есть. Где? В Махачкале есть? Я не могу разговаривать с тобой. В Махачкале есть? В Махачкале тоже есть. Пойдем один день на тренировку. На тренировку? Да. Пойдем. У меня здесь зал свой. Ну пойдем. Ты можешь записаться в его команду. Ты можешь записаться в его команду. Знаешь, я спаринг хочу с тобой. Со мной? Да. Ты что, забыл то, что я в подвале 17? Видимо, забыл. После спаринка. Я знаешь, сколько занимался? Нет. Вот что сказать, он этот. Да, хорошо выглядит. Да. Он вообще худой был тогда. А как так получилось, что основные чемпионы боевых искусств в мире дагестанцы, как ты думаешь, в чем причина? Воздух такой или что? Воздух такой или что? Воздух такой или что? Воздух, да. Воздух, оно лишнее было слово здесь. Нет, я имел в виду горный, свежий. Все вот эту фразу, постоянно воздух вырезать, она… Вот редактор, если что-то тебе не понравится, я тебе сразу его номер телефона вместе с ссылкой на видео. Знаешь, ты можешь вдвоем сесть за монтаж? Да. Ой, я монтаж. Ну что, Вера, слышь, вы добре так. Монтаж такая вещь тяжелая. Как я… Я пару раз сидел на этот… За монтажом сидел пару раз. Я пару раз сидел, прикинь, монтаж делали. Давно, в 2011 году. Очень тяжелая вещь, знаешь. Ты знаешь вообще, что такое монтаж? Конечно, конечно. Не пострадал этот? А? Кто монтаж делал? Как его звали? Схаса парень такой. Молодец. Звали? Да, да, да. Пусть земля ему будет пухом. Я предлагаю перейти к рубрике «Новый свет». Ай, блин. Новый свет. И так смотри… Это детектор лжи, брат. Детектор лжи. Мы зададим тебе пять вопросов. Если ты говоришь правду, то он будет гореть в зеленом цвет. А если ты, ну как бы, да, там, пытаешься скрыть от нас правду, то красный цвет. Почему? Поэтому сейчас мы проверим. Итак, пять вопросов для Вагаба. Я бы на твоем месте он оттуда задавал его. Ну что, вопросы будут, да? Коварные, да? Я не знаю, как говоришь. Это его тема, кажется. Да? Вот он от тебя сейчас скинул. Новый свет. Поехали. Так, зеленый – это нормально, значит. Да, да, да. Первый вопрос. А быстро чай надо или вот это? Да, да. Ты можешь как-то, да. Просто после вопроса и твоего ответа еще может Юсуп добавить вопрос. А, походу он добавляет. Первый вопрос. Можешь вырубить человека для прикола? По приколу просто, понимаешь, вот. Можешь вырубить? Мне кажется, он уже хочет это сделать. Нет. По-моему, лоб? Нет? Юсуп, аккуратней с вопросами, пожалуйста. Это точно обманул, да? Ну, типа да. Значит, можешь по приколу вырубить. Нет, Матэй, для прикола и по приколу тоже. Кстати, давай за мной. Давай. Можешь вырубить человека для прикола? Нет, подожди. Для прикола и по приколу. Да, да. Для прикола? Она такая разная здесь чуть-чуть. Да, да, да. Разноценка. Да, да, да. Он бы сначала сказал для прикола, а ты говоришь по приколу. Ну вот, дай его вопрос ответить. Для прикола смог бы? Нет, для прикола. Прикол тоже разный бывает. Для прикола. прикол для 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 прикола для для есть для ситуация какая-то там лично для личной ситуации это писатель эдгар по эдгар это вообще-то сильно важный запашный мне сейчас не надо сломалась и по прикол нет стопудово я правильно ответил по если по прикол если для мой вопрос это был для прикола там они есть прикол для какой-то ситуации туда тогда могу и да окажется я не обманул что важнее ум или силы для тебя для меня конечно ум а зачем качаешься вообще не качаемся я всю жизнь банку стал любит любил один что банка была тяжелая вот это было голове чтобы на вот на ударил человек не упадет это плохо это очень плохо для человека мучиться будет обоих то есть надо надо уже второй залететь удар это уже травма ну да и человеке думаешь это может и уже добивай чтобы заснул это переломы это не то вообще от план заснул и тебе хорошо ему спокойно можно здесь и так пока ты нас начинал для меня до техники вот боксировать там не было вообще и главное чтобы была одна попасть на себя на себя раскачивать эти вопрос если артур неожиданно скажете пойдем выйти и вот здесь вы рубишь или выйдешь на улице вырубить почему то не может этому может говорили об этом что мы не деремся на улице да если нужно будет выйти на бой с хадисом либо с гаджи автоматом кого выберешь обоих одновременно увидят пусть жду обратку от них одновременно смысле в ринге или за вечер получу как им удобно это у меня ситуация как с чебе косами вот этим другим же дядя джей что ли теперь реально есть ними ситуация нету но я бы с ним двумя сразу выскочил ты знаешь боец чебе кос не боец полубоезный старик рэпер вот он хочет с ним выйти я хочу давай замутим будете у нас лима тянут с кем сейчас приду на тренируках посмотрим сколько весишь то сколько надо я могу по разному весит могу воздух набрать сейчас где-то может 80 83 это да 77 на золоте и 7 7 давай я сделаю того вот этот для прикола вырубил с ним не на самом деле главный вечер на ли али его взять собрать нормальный карте берем давай брат смотри мы на тревогу пойдем это не утренироваться просто голгал шум поднять городе ты посмотри сначала не нужно мне вообще без разницы какой форме я такой бы будет да чисто такой хасятовский такие два дага дерутся да я хочу с тобой легкий спарринг сделать легких не бывает у меня в эту же проблему у меня легкий говорю заключительный вопрос ты часто решаешь вопрос силой мы же говорили правом ум на первом месте голову на вопрос решает все в принципе все четко что делать когда как будто бы что-то есть не а это фэйст-фэйст-фэйст чё-то ваша чё у него другой микрофон у меня другой микрофон у тебя круче у тебя без этой штуки и и так уважаемые телезрители мы подошли к финалу нашего сегодняшнего выпуска битвы за лимон и перед тем как состоится фэйст-фэйст давайте спросим у артура вставать и спрашивать артур сегодняшний участник есть лимон или же выпуск был ярким и я сразу скажу я не очкошник сегодня ты рассказал очень смешные истории и поэтому реши кто из них будет есть лимон конечно есть когда нормально до чудо лимон как он укусил вот видел я думал аккуратно не сейчас как бы не смотрит ребят значит так ух блин такой это было битва за лимон вагап вагап спасибо большое что если честно я его уже сильно и на приглашал наконец-то с нами и я думаю что у юсупа совсем скоро будет новый тренер мухаммад маликов извини до встречи в нашем шоу участники расскажут смешные истории если они не понравились артуру который сидит за кадром то гость есть лимон но если вы в своих комментариях большинством голосов решите что истории гостя были смешными то в следующей передаче лимон сидят ведущие подписывайтесь оставляйте комментарии будьте счастливы